Путешествие на Луну 1902 года Актером стал Жорж Мельез. На тот момент это была самая длинная, дорогая и сложная работа в его карьере. Он использовал множество приемов, которые до него никто не применял в кино. Например, для того, чтобы снять сцену, когда Луна с человеческим лицом как бы приближается к зрителю, он закрепил камеру на месте, а актеру усадил в специальное кресло, которое двигалось навстречу ей по рельсам. Собственно, такие фильмы, как «Путешествие на Луну», очень раздражали, например, Циолковского. Он считал, что это какая-то полная чушь, и надо снимать серьезное кино про космос. И в этом плане он как раз стал консультантом фильма «Журавлёва». Там было все очень тщательно продумано, то есть там уже было, даже показали несколько кадров невесомости. Конечно, сам по себе сюжет был тоже смешной, потому что в космос полетел старик-ученый, какая-то девушка-комсомолка и подросток-пионер. В фильме обязательно должен быть мир бестяжести, передвижение на Луне прыжками и черное небо космоса с ярко горящими, не мигающими звездами, настаивал Циолковский. И все это в ленте Василия Журавлёва есть. Невесомость сымитировали при помощи тросов, которые покрасили в цвет фона, чтобы зритель не заметил их на экране. Ну а звездный космос — это черное бархатное полотнище с прорезями для лампочек. Вышедшая в 1968 году космическая одиссея Стэнли Кобрико поменяла отношение мирового сообщества к жанру. Кинофантастику, наконец, стали воспринимать всерьез. Никаких зеленых человечков и декораций, смахивающих на картонные. К разработке корабля привлекли экспертов из НАСА. А для того, чтобы создать ощущение вращающейся в невесомости космической станции, построили громадную центрифугу. Со стороны она больше напоминала беговое колесо для хомяков. Вот только вместо грызуна внутри находились актеры. В СССР в середине 70-х прогремела премьера фильма «Москва. Кассиопея». Чуть позже вышло продолжение «Отроки во вселенной». Картины стали культовыми. Они понравились детям, ведь на экране их отважные сверстники покоряли космос. И взрослым за точность, научную обоснованность. Чтобы все выглядело достоверно, режиссер Ричард Викторов консультировался с космонавтом Георгием Береговым. Помогал ему и доктор физико-математических наук Владимир Золотарев. Торможение. Есть. Дальше работаю сам. Когда в итоге создался звездолёт «Заря», расшифровываем звездолёт аннигиляционно-релятивистский ядерный, консультанты сказали, что такой двигатель вполне мог быть в реалии. Когда построились декорации самого звездолёта, и пришёл Георгий Тимофеевич Береговой со своим помощником Юрием Петровичем Никитином, тоже космонавтом, они ходили долго-долго по декорациям и сказали, эх, нам бы такой звездолёт. Но настоящую революцию произвели не декорации, а изображения невесомости. В отличие от космической одиссеи Стэнли Кубрика, где по стенам и потолку корабля проходит одна стюардесса, у Ричарда Викторова в кадре несколько персонажей. Даже режиссёр голливудских блокбастеров Стивен Спилберг задавался вопросом, как это русским в начале 70-х, когда ещё не было компьютерной графики, удалось так мастерски снять невесомость. И правда, как? Командный отсек вплывает сначала магнитофон, потом вплывает один из персонажей. Декорация этого отсека ставилась на попа, то есть она переворачивалась. Ребята, сидящие, были привязаны, сидели боком, а вход, соответственно, оказывался наверху. И в него на тросах, соответственно, спускался персонаж, который уже плавал. Ну а дальше пластика актёров. В конце 70-х на экраны вышли «Звёздные войны» Джорджа Лукаса. И навсегда изменили фантастическое кино. Для съёмок космических боёв режиссёр использовал программируемую камеру. Модели кораблей не двигались вокруг неё. Всё, это она делала головокружительные виражи вокруг статичных моделей по заданной траектории. Так сцены получались более динамичными. Потом появилась компьютерная графика. Теперь любые, даже самые фантастические идеи режиссёров можно перенести на экран. На мой взгляд, наверное, самым интересным с точки зрения технологии был фильм «Гравитация» Альфонса Куарона, где практически весь фильм актёры находятся в невесомости. То есть там для этих съёмок построили специальный куб 9х9. И Сандра Балок и Джордж Клуни всё время висели где-то в центре этого куба. А вокруг них уже крутилась техника и крутило всё остальное. Впрочем, зачем выдумывать невесомость на Земле, если можно отправиться в космос? Так и поступили режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Переси. На МКС состоялись впервые в истории кинематографа съёмки художественного фильма «Вызов». А так будет выглядеть первая космическая киностудия.